Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать на мой канал. Канал, на котором мы каждый день говорим о криптовалюте. Поэтому подписывайся, если тебе это интересно и ты еще не подписан. Нас уже 127 тысяч, скоро будет 130. Также не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео о криптовалюте. Сегодня мы поговорим о важных новостях из мира криптовалют, а также покажу тебе очень интересный график, который ужасает схожестью сегодняшней ситуации биткоина с его прошлым. Он показывает, что этот булран еще не закончен. Начнем с самой громкой новости сегодня, о которой все говорят. Это продажа Теслы биткоина. В феврале этого года они купили биткоинов на полтора миллиарда долларов и получили очень большие прибыли. За несколько месяцев они заработали больше, чем за весь 2020 год. Из их финансового отчета за предыдущий квартал, который Тесла опубликовала сегодня, мы видим, что компания продала цифровых активов на 272 миллиона долларов. Этими цифровыми активами оказался биткоин. По словам Илона Маска в Твиттере, это 10% всех биткоинов, которыми владеет компания. Многие люди, узнав это, сильно запаниковали. Но в целом, криптовалютный рынок реагирует постепенным ростом уже второй день подряд. Даже с такими новостями, биткоин достиг почти 55 тысяч долларов, а Риппл вырос почти на 30%. Да и в Портной в Твиттере комментирует это событие следующим образом. Я правильно понимаю, Маск покупает биткоин, затем пампит его, после чего продает и наживает целое состояние. Выходит, нужно просто не остаться последним, кто держит биткоин. К Дэйву у меня достаточно предвзятое отношение. Вспомню только ту самую ситуацию, в которой он просил помочь ему разобраться в том, что такое биткоин и как его купить. После этого прошла всего лишь неделя, и он в панике распродал все только что купленные монеты на последовавшей просадке. С тех пор биткоин вырос раз в 10. Интересно, как он себя сегодня чувствует? Ответ Илона Маска же, как по мне, очень позитивный и для биткоина в том числе. Нет, Дэйв, ты понимаешь неправильно. Я не продал свои биткоины. Это Тесла продала 10% своих. Как мы видим, ребята, фиксация прибыли – это дело не только для розничных инвесторов. Компания Тесла также заявила, что продолжит накапливать биткоины с помощью покупателей своих электрокаров. Электрокары Тесла можно купить за биткоин, который Тесла будет накапливать, а не обязательно конвертировать фиатные деньги. Да, когда крупная компания продает 10% своих биткоинов, хочется паниковать. Но, как мы видим, ничего страшного в этом нет. Компания продолжит накапливать биткоины, а фиксация прибыли – это очень здоровое поведение любого инвестора. И, видимо, рынок разделяет мое мнение, потому что не отреагировал на эти новости огромным падением. Также я думаю, что такая компания, как Тесла, не купила бы биткоины, если бы их аналитики видели его крах в ближайшие два года. Это доказывает и то, что они принимают платежи в биткоинах. Такого не было в 2017-2018, и я думаю, когда у нас будет новый медвежий рынок, он будет совсем не похож на тот, что был тогда. Если Тесла продолжает накапливать биткоины с помощью продаж электрокаров, это означает уменьшение предложения биткоинов на рынке, а значит увеличение их дефицита. Что, безусловно, делает биткоин куда ценнее. Вчера мы говорили о том, что биткоин теряет рыночное доминирование, и это хорошо для альткоинов. И действительно, альткоины покоряют новые вершины после того, как цена биткоина вернулась выше 50 тысяч долларов. Кстати говоря, я делал видео о том, какие альткоины я покупаю на этом падении. Если ты его не видел, ссылку оставлю в описании. Там же будет и ссылка на мой телеграм, кстати. Если не подписан, обязательно подпишись. Это мой резервный канал связи с тобой. Одной из причин роста альткоинов можно назвать отчет PayPal, в котором генеральный директор Дэниел Шульман сообщил, что спрос клиентов на криптовалюту превысил ожидания в 2-3 раза. Напомню, недавно PayPal разрешил доступ к некоторым криптовалютам для своих клиентов. Также компания готовится добавить поддержку новых альткоинов и помогать в принятии цифровых валют центральных банков. На данный момент PayPal поддерживает биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. Ими можно оплачивать покупки в миллионах магазинов. Сейчас всего лишь 10% американских пользователей PayPal имеют доступ к криптосервисам. Но, по его словам, это число вырастет до 100% до начала декабря этого года. Очень хорошие новости не только для криптовалют и их массового принятия, но и самой PayPal. Увидев такой спрос, компания наверняка будет интегрироваться с криптовалютным пространством еще плотнее. И поэтому мне кажется, что и акции этой компании в будущем тоже будут расти. Впереди также нас ожидают коррекции, но в целом я думаю, что криптовалюта будет расти на долгосроке. Также я считаю, что мы все еще в начальных стадиях. Вся криптовалюта стоит 2 триллиона долларов, а рыночная капитализация только лишь золота около 10 триллионов. Так что нам есть еще куда расти. Сегодня также мы получили некоторые обновления по налогам Байдена, которые заставили паниковать рынки. Руководитель Национального экономического совета США Брайан Дис уточнил, что повышение налога затронет лишь 0,3% американских налогоплательщиков. Это очень небольшое количество людей, и если ты не зарабатываешь миллионы долларов, тебя это не затронет вовсе. Кроме этого, если ты не продаешь, а накапливаешь и холдишь, то эти налоги тебя вообще не должны волновать. Если ты, как и я, собираешься держать биткоин 10-20 лет, то за это время, скорее всего, твои доходы будут такими, что лишний процент налогов ты не заметишь. Поэтому лично для меня это не является чем-то уж совсем страшным. Кстати говоря, с мая этого года мне тоже придется платить налоги в Соединенных Штатах, но это уже совсем другая история. Теперь я хочу перейти к этому графику, который опубликовал The Rational Root у себя в Твиттере. Он пишет, это начинает двигаться до ужаса похоже. Это сравнение движения цены биткоина в разных бычьих рынках, где желтый график это Blurant 2013, оранжевый 2017 и розовый, соответственно, 2021 год. Ось X у нас отображает дни с тех пор, как цена биткоина восстановилась на 100% после крайнего исторического пика и до тех пор, пока она не обвалилась на 70% после нового исторического пика. Достаточно сложно это понять с первого раза, но если вдуматься, все становится логичным. Ось Y показывает долларовый эквивалент цены биткоина, масштабируемый для 2021 года. График 2021 года на этой диаграмме как раз и начинается отметкой, когда мы преодолели предыдущий исторический пик в 20 тысяч долларов. Остальные же графики начинаются, конечно же, не от 20 тысяч долларов, как может показаться, а от того момента, когда они тоже преодолели крайний на тот момент исторический пик биткоина. На диаграмме они просто масштабированы для теперешнего булрана. Надеюсь, это понятно. В чем же смысл? В том, что они очень похожи. Даже мартовские просадки были на всех графиках. Также и крайняя коррекция была во всех трех булранах. Вау. Если мы живем сейчас и видим вот такое падение, то становится страшно, не так ли? Но если посмотреть на глобальную картину, эти падения кажутся именно той точкой, когда нужно было покупать. Второе, что нам дает этот график, это приблизительное понимание того, когда биткоин может достичь своего пика. Новый исторический пик в 2013 году случился через 287 дней после того, как биткоин преодолел свой крайний исторический пик. Новый исторический пик в 2017 году случился спустя 289 дней после того, как цена биткоина преодолела свой крайний исторический пик. Что ж, давай посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Здесь я уже все отметил. В этой точке биткоин преодолел крайний исторический пик в 20 тысяч долларов. Это случилось приблизительно 16 декабря 2020 года. И если мы отмерим от этой даты 289 дней, то получим 1 октября 2021 года. Если этот график является каким-либо индикатором, то видимо пик этого буллрана может быть достигнут осенью этого года. Кстати, заметь еще и то, что с каждым циклом окончательная взрывная вершина становится все менее масштабной. Тоже очень интересное наблюдение. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудь поставить лайк, если видео тебе понравилось или было полезным. Меня это очень мотивирует на создание новых видеороликов, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей, до скорого. Увидимся вечером. Субтитры сделал DimaTorzok